Евросоюз в ближайшие дни намерен обсудить вопрос о необходимости присоединения к новым санкциям против Ирана. Их ввели Соединенные Штаты, поводом послужили испытания баллистических ракет, которые Тегеран провел еще осенью. Но эксперты считают не случайным то, что новые ограничения были введены сразу после снятия с Ирана санкций по ядерной программе. Георгий Лисашвили продолжит тему. Новые, как их уже назвали, баллистические санкции касаются 11 частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ракетной программе Ирана. Им запрещены любые операции в банковском поле США. Меры пока скорее символические, куда важнее другое. Новые санкции Штаты вводят день в день, сразу же после того, как комиссия МАГАТЭ подтверждает. Иран выполнил все условия по ядерной сделке, которой стороны шли 12 лет. В прошедшие выходные Запад, ЕС полностью, а США частично, отменил прежние санкции. И вот теперь новое охлаждение на фоне стремительного сближения. Снятие санкций, они рассчитаны на достаточно долгое время. И в любой момент Соединенные Штаты или, допустим, МАГАТЭ, какой-то другой орган, может сослаться на неуполнение Ираном каких-то условий. И эти санкции будут продолжаться. То, что новые санкции в отношении Ирана неминуемы, было ясно еще в прошлом году. В ноябре Исламская республика, вопреки резолюции Совбеза ООН 1929, провела испытания баллистических ракет, что сразу вызвало неодобрение Вашингтона. Однако сообщение о новых ограничительных мерах на сайте Минфина США появилось только вчера. Буквально сразу же после того, как территорию Ирана покинули четверо американских граждан, освобожденных Тегераном в рамках двусторонней договоренности об обмене с заключенными. Иранский МИД уже назвал действия Вашингтона аморальными. Ракетная программа – один из ключевых моментов оборонной доктрины Ирана, развитию которой, как считают в Тегеране, пытаются помешать США, снабжающие оружием стратегических противников Исламской республики в регионе. Как мы уже заявляли прежде, Исламская республика Иран ответит на этот акт пропаганды и преследования ускоренным развитием своей законной программы по разработке баллистических ракет, а также наращиванием своих возможностей в сфере обороны и национальной безопасности. В Тегеране утверждают, испытания той самой баллистической ракеты «Эмат», прошедшие прошлой осенью, носят исключительно оборонительный характер, а сама ракета технически не может быть оснащена ядерными боеголовками. В докладе МАГАТЭ, последнем, который вышел буквально на днях, подтверждается, что Иран не задействован ни в какой немирной ядерной деятельности. Соответственно, отпадает вопрос о том, что какие-либо ядерные устройства взрывные могут быть установлены на эти ракеты. Мне кажется, опять-таки, здесь дело в том, что просто это некий такой крючок, понимаете, на котором наши западные партнеры хотят держать Иран. Как считают эксперты, именно сейчас США могут реанимировать вопрос ядерной проблемы Ирана, в том числе, чтобы использовать его в качестве аргумента для развития системы ПРО в Европе и укрепления своих позиций на Ближнем Востоке. Американцы за вот этими заявлениями, которые связаны с Ираном, с другими игроками на Ближнем и Среднем Востоке, уводят внимание внешних игроков уже от того, что они, нарушая и нормы международного права, и договоренности личные, распространяют и свое военное присутствие в тех регионах, которые, например, угрожают даже нам. Под вопросом перспективы и экономического прорыва Ирана, которого ожидали на мировых финансовых площадках. С одной стороны, освобожденный от большинства экономических санкций, Иран готов стать крупнейшим экспортером нефти в регионе, что рекордно ускорило темпы падения цены на черное золото. Но с другой, уже озвученные американцами меры, могут быть существенно расширены, причем не только США, но и Евросоюзом. Как стало известно сегодня, уже на этой неделе ЕС рассмотрит вопрос о введении новых санкций против Тегерана. Георгий Алисашвили, Мария Михневич, Наталья Литовко, Первый канал.